Viewer discretion is advised С днём рожденья тебя! С днём рожденья тебя! С днём рожденья, Хэнк! С днём рожденья тебя! Ладно, ребята, каждый может отрезать себе по куску и идти на обед Кроме Дэйва, Дэйв, ты так жирный! Хэнк, а ты зайди ко мне в кабинет, у меня для тебя будет небольшой сюрприз Что, собираешься отправить меня на пенсию, старый пёс МакКинли? Ха-ха-ха! Размечтался! У меня для тебя, можно сказать, что подарок! Включайтесь тоже, ребят! Ну вот, пришло время знакомиться! Это... Стив Хендрикс! Это и есть мой сюрприз! Я бы предпочел тайскую массажистку! Но это малец тоже ничего! Хэнк Мальборо! Хэ-хэ, как сигареты! А ты смешный пацан! Клумскую академию оканчивал? Вообще-то, полицейскую академию, Хэнк! Перед нами один из лучших выпускников этого года! Третий во всём Сан-Франциско! Нашу не снимаю! Назначен к нам по губернаторской программе помощи сиротам! Он заслужил своё звание детектива, хоть он и юнец! И кроме того, в мэрии мне ясно дали понять, что если такой перспективный кадр, не дай бог, будет застрелен, зарезан, убит, то мне хоть и не отрежут яйца, но вывернут их до такой степени, что я буду вынужден вывернуть их его напарнику, который это допустил! И кто его напарник? Хэ-хэ, он серьёзно 30 лет детективом работает? Хэнк, ты его напарник! Макинли, ты же знаешь, что Хэнк Мальборо всегда работает один! Но так было не всегда, Хэнк! Прошло уже 8 лет с момента смерти Гэри! Ты не можешь прикрывать свою спину самостоятельно! И это мне говорит человек, который не общается со своим родным братом 10 лет? Я сам в состоянии прикрыть свою спину! Знаешь что, Хэнк, твой радикулит говорит об обратном! Кроме того, я что-то не припомню, чтобы я получал из мэрии письмо с пометкой Спросить у ёбаного Хэнка Мальборо! Ты будешь напарником с тем, с кем я скажу! Это понятно?! Сержант Мальборо, для меня будет честь работать с вами! Я могу идти? Нет! Наркоман выбросился из окна! Мне нужны результаты, относительно этого дела, через 24 часа! Все понятно? Теперь можете идти! Я поведу! Ага, размечтался! Ага! 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 Бля, 87-й год сигареты сображает! Здорово, Ральф! Что, охраняешь Мурика? Да, Хэнк, типа того! Бил мне сейчас моя мама! А это кто? Стив Хендрикс, напарник Хэнка. Я думал, у Хэнка нет напарников, но с тех пор... А что по поводу трупа Ральфа? Ну, состоял на наркологическом учёте. Очевидно, выпрыгнул с окна. Если б знал больше, был бы на твоём месте. Там, кстати, в квартире детектив Джонс. Хотите подняться? О, детектив Джонс. Поглазим на Джонсову попку. Фу, Хэнк, мерзость. Это же мужчина? Да, Хэнк, уберу свои слова обратно. Какие слова? Хэнк, это кто? Твой сын? Нет, вообще-то это Стив Хэндрикс. Мой новый напарник. А, я думала, что после Гэри... Да что же вы со своим Гэри? Пойдёмте лучше улики искать. Чё, кого? Видимо, отсюда и выпрыгнул. Ещё совсем мальчишка. Звук ЗВУЧИТ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Стив! Чего? Эдгар Алан По. Ну и чё, книжки не интересные. Как говорил, Эдгар Аллан По, если хочешь что-то спрятать, прячь на самом видном месте В книге Эдгара Аллана По Это наркотики Похоже на аспирин Это нужно выяснить точно Отправлю на экспертизу и на виду справки по своим каналам А ты отправляйся в отель В какой отель? Спички от которого ты держишь в руках, Стив А, здорово! Ну что, получается разделимся? Так, так, так Нашивешный пик Я же тебя просил, не надо меня так называть Все еще продаешь наркотики? Я не продаю наркотики, я помогаю людям Ага, купить наркотики Видал такие? Похоже на аспирин Я, блядь, не спрашивал на что похоже, я спрашивал, видал ты такие или нет? Улицы говорят не все, а только то, что ты можешь услышать На пересечении Сантоса третий нигер торгует наркотиками Э, 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 Хэнк, Хэнк, да ладно, ладно, ладно Видел так и у чувака одного, ну усатый Он не у наших дилеров берет, а где-то сам достает Одна таблетка и у тебя по нос пойдет в жопы Две таблетки и ты на небесах Три таблетки и ты реально на небесах Выслушаешь от своей бабули какой-то тупой наркоман Как зовут этого усатого? Хэнк, я целыми днями крюгашиш, я имя твое запомнил после того, как ты мне запихнул в визитку в рот и заставился сжать Нехрен было называть меня Генри Ну это же одно и то же имя Ну я правда не помню, как зовут того усатого Ну высокий, усатый, взгляд такой злой Хочешь, нарисую тебе? Давай Да, Пит, надеюсь, дилер из тебя такой же, как и художник Я могу идти? Да, проваливай И хватит уже банчить на улице, заведи себе веб-сайт или что-то такое Здравствуйте, я Стив Хендрикс Ой, извините, то есть детектив Стив Хендрикс Нравится? Классно Да, мне тоже нравится Ой, извините, у нас тут человечек выбросился из окна У него нашли спички из вашего отеля Вы его случайно не видели? Да, видела Правда, я его не сильно запомнила А вот товарищ его, лицо такое злое, пронзительное А номер, который они занимали, вообще свободен? Да, конечно, четвертый этаж, номер 428 Нифига Нормально, нормально Ой, господи Блин, прикольно Здравствуйте Здравствуйте Я у вас постановился недавно Я обещаю Сиди, не рыпайся Классно Вот это солнышко бы побольше Несерьезно Стой! Стрелять буду! Ай, блин, какого хрена Ты че, мутак, мне ухо отстрелил? Че творишь, полудуров? На пулю хочешь нарваться? Я вообще-то ком Хэнк Серый пижон! Хэнк? Хэнк, у нас проблемы Вы вообще представляете, что мы натворили? Мало того, что вы упустили главного подозреваемого, так вы еще и, блять, подстрелили гражданского! Это он подстрелил А ты где был, Хэнк? Когда он подстрелил гражданского? Мы решили разделиться Какой еще нахуй разделиться? Вы сейчас и мне со своими значками разделитесь! Очевидно, вы слишком тупые, блять, для того, чтобы вести столь сложное и запутанное дело Поэтому я отстраняю вас от него и перевожу в патрульные! Ура! Патрульные? Шо, мне 50 нахрен лет! Какой еще патрульные? Или, может быть, перевожу вас в регулировщики? Ладно, беру патрульные Замечательно! Тогда ноги в руки и бегом отсюда работать патрульными! Давайте, 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 давайте! А! И не забудьте забрать свою новую форму! Я слишком стар для всего этого дерьма Охренеть! В моем-то возрасте угодить в патруль! От тебя одни неприятности, молец! Хэнк, он стоял от меня в пяти метрах! Я запомнил его лицо! Сможем его поймать прямо на улице! Ты что, не слышал, что нам начальство сказало? Мы отстранены от дела! Поэтому просто расслабься и получай удовольствие! Я не хочу удовольствия! Я хочу патрулировать, бороться с преступностью! Вон, смотри, там странный чувак! Давай его обыщем! Не, это спокойный район! Пойдем лучше в то место, Где наша помощь необходима! Будьте добры, пожалуйста, Два лазербургера! Мне! Одну большую колу безо льда! И ради бога, Не предлагайте никаких картошек, Наггетсов, молочных коктейлей! Иначе я вас застрелю! Запишите на мой счет! Спасибо! Хэнк, ну какого хрена? До обеда два часа! Кого мы поймаем в закусочную? Во-первых, Стивен, Откройте небольшой секрет! Лазербургер! Самая вкусная еда, Которую я ел за последние 50 лет! Почти как героин! А во-вторых, Срать я хотел на дежурство! Мне осталось всего 9 дней до пенсии! До пенсии? Серьезно? Тебе на вид лет 30-35! Спасибо! Следую за собой! Ты понимаешь, Я не хочу За свои последние 9 дней Случайно получить Нож в живот! Чтоб меня, кто их пизданул! Бутылки по башке! И того, коль шарную полю получить! Хэнк, Хэнк, Порывайте, ты тут сам! Пошли за ним! Чего? На, давай! Политенцент практически не с места! Так, так, так! Дерьмо само идет в руки к ловцу! Кто ловит дерьмо, Хэнк? У вас на меня ничего нету! Я требую адвоката! Ничего нету! А как насчет пакета героина, Который я обнаружил у тебя в кармане? Откуда у тебя героин, Хэнк? Видимо, он не хочет сотрудничать! Прекрати! Прекрати, Хэнк! Это неправильно! Нас учили в полицейской академии, Как выбивать показания! Не то, что ты делаешь устаревший метод! Не бойтесь, мы не будем пришивать вам этот пакет героина! Да, мы прищаем вам нападение на полицейского! Какого хрена, Хэнк? Да вы, ребят, больные! Что вам от меня нужно? Ты! Дилер Асперина! Откуда ты берешь свой товар? Кто это мой поставщик? Поставщик, Хэнк! Говори! Иначе я на тебя повешу убийство копа! Стоп! Какого копа? Так вас, ребят, интересуют наркотики? Да, ты единственный в городе, кто толкает эту дурь! Не! Я завязал! Продал последнюю партию, теперь сваливаю из страны! То есть все, наркотиков не будет? Дело закрыто? Будет! Еще очень много! Это только самое начало! Скоро пойдет новая партия из Китая, и... Мистер Чен деловой человек! Он работает только по-крупному! Мистер Чен? Мистер Джеки Чен! Хуй ты мне мозги пешь! Ченов Китай миллиард! Ченов может и миллиард! А Мистер Чен, он такой один, поверь! Я работал с ним всего один раз, и теперь сваливаю из страны! А что, если ты никуда не сваливаешь? Что, если я задержу тебя как подозреваемого? Если хотите заставить меня отдавать показания против Мистера Чена, то лучше повесьте на меня героин! Но если Мистер Чен до меня доберется, то моя смерть будет на ваших руках! Постой! Ну, что будем делать? Не знаю, но этого-то точно нужно в участок отвезти! Твою мать, Стив! Мы поймали его! Мы поймали Усатого! В Сан-Франциско 80% мужского населения носят усы! Какого именно Усатого вы поймали? Барыгу Аспирина! И что вы узнали? Что в скором времени наш город, а возможно всю нашу страну, заполонит наркотик невиданной силы! Боже, храни Америку! И откуда он? Из Китая! Сраные коммуняки! Имя поставщика? Мистер Чен! Мистер Чен! Мистер Чен! Никогда я такого не слышал! Ладно, введите сюда этого барыгу, будем оформлять! Вот, как выглядит этот барыга! Что, блядь, значит, вот как выглядит этот барыга? Где, блядь, барыга? Где его физическое воплощение, Хэнк? Мы отпустили мелкую сошку, чтобы поймать рыбу покрупнее. Мелкую сошку? А может быть нашу единственную зацепку? Парень выглядит серьезно. Проблема не в нем. Проблема в том, что этот серьезный парень до усрачки боялся мистера Чена. Я думаю, тут дело покрупнее. Значит так, судья Джонсон вывсил орден на его арест. Отправляйтесь к нему на хату, найдите его трусы, разнюхайте их на двоих, и чтобы через 48 часов этот барыга был у меня в отделении! Вам все понятно? Да. Свободны! И переодетесь! Ну вот ты и попался, урод! А, ребята, это вы. Что вы тут делаете? Барбара, что ты здесь делаешь? Набивая сверхурочные. Второй ребенок тоже в частную школу пошел, чтоб его всем бывшего мужа. Ты не против, если мы тут осмотримся? Ну, осматривайтесь, только я уже все осмотрела. Ничего интересного. Это какашки. Кошачьи какашки. Хэнк! Хэнк, я нашел! Разгляни. А что, блядь? Ты что, фильмов никогда не смотрел? Если кто-то до нас писал на этом блокнотике, то поделав вот так карандашиком, мы увидим предыдущую запись. А вот и адрес. Фильбус-авеню 141. Поехали, блядь. Кажется, это то место. Какого? Низнарчен, Низнарчен, я уеду из города. Ты пытался наебать мистера Чена. А кто его наебывает, сам будет наебан. Поэтому ты приговариваешься к смерти. Мистер Чен, улыбочку. Лежи. Уходи, уходи. Какого хрена, Хэнк, мы могли взять мистера Чена прямо здесь и сейчас? А все, что мы имеем, это эту чертову фотографию. Это начало большой работы. Но одна фотография, это уже кое-что. Вот эти вот номера телефонов надо проверить все до единого. И на одном из них вот эта тёлка точно будет находиться. Да, я понял. Вечер, надо ей позвонить обязательно. Она отдаёт 100 путевых. Всё хорошо, я понял. Мальборо, Хендрикс. Вам удалось доказать мне, что вы способны думать не только жопой, но и головой. А это означает, что я возвращаю вас к работе над аспириновым делом. Будете работать в паре с детективом Леноксом и детективом Бартоном. Идите и раскройте это дело для меня. Да вы, да вы, да вы съебали нахуй отсюда. Столько лет работаем в одном участке, а друг о друге ничего не знаем. Надеюсь, мы сработаемся. Вижу я, что тоску ты скрываешь свою. И боль таяшь внутри. За улыбка не прячь, ведь она это фальш. Но знай, не унывай, всё впереди. Вспомни, что ты сможешь всё преодолеть. Слёз не лей, просто так. Неудачи пустяк. Жизнь трудна, но знай, не унывай. Не унывай. Да, ребят, весело с вами работать. Детектив Ленокс, приём. У нас сообщение об убийстве. На складике у вас про Дрэк-стрит. Не можем связаться с владельцем склада. Выезжайте на место. Ордер, Рубисон, до детектива Бартона. Ну что, отправляемся? Да, конечно. Но сперва нужно пончиками затариться. Пончики, это круто. Пончики я люблю. Хэнк, а нахрена тебе пончики? Они же вредные. Стив, ты дебил. Я не хочу пончики. Я хочу раскрыть это дело. А эти два выродка будут только мешать. Эй, эй, что там? Стоять! Охренеть! Этого парня просто изрешутили. Больше похоже на казнь. Это дилер. Тут повсюду аспирен. Но больше меня тревожит его горло. Тебя тревожит, что его перерезали? Нет. Меня тревожит, кто его перерезал. Это колумбийский галстук. И только один человек в Сан-Франциско способен на такое. Хэн, хэн, хэн. Какие люди. Снова пришел ко мне наводить справки про передознувшегося напарника? Павло, я знаю, что это ты убил дилера аспирина. Может и я. Через год в Сан-Франциско от аспирина не останется ни одного живого наркомана. Это плохо для бизнеса. Так помогите нам покончить с аспирином. Помогите найти мистера Чена. Какой наглый у тебя амиго, Хэнк. Почти как Гэри. Ладно, ваши дела. На этой неделе в порту будет крупная поставка аспирина. Ее хватит, чтобы Сан-Франциско плотно подсел. Больше ничего не знаю. А если бы и знал, не сказал бы вам, гринго. Ла полиция сакас эрдес де Микаса. Ша! Ша, вы должны нас выслушать. Шон, мы возьмем Чена за его коммунистические яйца. Подставка будет на этой неделе. Вы должны были работать с Бартоном и Леноксом. Но мы знаем, где будет проходить сделка. Мы можем организовать им засаду. Вы вторглись на место преступления без ордена. Вы понимаете, что даже этого адвокатом ебучего мистера Чена хватит для того, чтобы развалить все, что я тут делаю. Хватит. Если я еще раз увижу вас двоих рядом с аспирином, вы потеряете не только значки. Вы потеряете, блядь, свободу! Это ясно? И с ней некуда, макинные. Стойте! Три независимых информатора указали на подпольное казино. Нужно пойти и разобраться. Отчет о закрытии этого казина жду в течение недели. Теперь свободны. Работа под прикрытием. Классика. Однажды я был под прикрытием так долго, что я даже уже не помнил, кто я. Коп или байкер, продающий наркотики. Но ты же вспомнил, Хэн. Иногда я не уверен, Стив. Иногда я не уверен. Пойдем. Кому, джентльмены? Мы поиграть на крупных ставках. Меня послал мой друг, Бенджамин Франклин. Тогда Бенджамин Франклин должен был сказать вам пароль, без которого я должен разбить ваши головы битой. А? Он сказал, что нам нужно позвонить ему и уточнить. Что будем делать? Да так, есть одна идейка. А! А! Горбачевский герпес! Пароль Горбачевский герпес! А! Опять вы пришли за порцией биты поебаленьку? Нет, пришли поиграть в Горбачевский герпес. Проходите. Калера, ну так что, откуда вы, ребята? Мы приехали из Филадельфии. У нас есть маленький бизнес. Да, да, у нас маленький бизнес. Мы помидоры выращиваем. Огромные помидоры. Самые крутые помидоры во всем США. Мы с моим батьком. И, кстати, родня, да. Видишь, он батька, я сын. Ну, похоже, да? Я бы сказал вообще, что мы первые по выращиванию помидоров во всем США. Ну, как, знаете, как орлы из Филадельфии. И первые в футболе. У меня сейчас... Так у меня фулхаус, блин. Стив! 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 Что случилось? Мы в полной заднице. Да, похоже, в полной. Хотя, погоди. Я стащил фишку, пока мы играли. Что? На хера ты это сделал? Мы же копы. Я же сирота. Старые привычки. Погоди. Я могу перерезать веревку. Чья? Да, Вастик. Валим отсюда, пока мы не сгорели. Шон, прием. Прием, Шон. Мы попали в засаду. Кто-то залез в базу информаторов, и мне нужно знать, кто это. Главное, все в порядке, Хэнк. Нам не до этого. Возвращайтесь в штаб. Повторяю, немедленно возвращайтесь. Что мы будем делать, Хэнк? Очевидно, что в штабе нас ждет крыса. Есть у меня один человек, который нам сможет помочь. Пойдем. Удаляем, удаляем, удаляем. А, это тихо. Я-то думал, что-то серьезное. Оставь свои ебаные шутики при себе. Короче, для того, чтобы получить нужную информацию, нам нужно воспользоваться услугами самого крутого хакера в мире. А это самый крутой хакер в мире? Да, это самый крутой хакер в мире. Никто не может меня вычислить. Никто не знает, где я живу. Никто даже не знает, как меня зовут. Его зовут Поль. Тихо! Тихо. Зачем пожаловали? Короче, Поль, дело есть одно. Недавно нашу базу информаторов взломали, и нам нужно узнать, кто это. Готово. Дэйв Бартон и Хьюи Ленокс. Так они грязные копы. А можешь узнать что-нибудь про мистера Чена? Ну, вообще, мистер Овченов много, но я постараюсь. И вам, видимо, нужен вот этот. У них завтра крупная сделка в порту. Нам нужно ее остановить. Идем. Двадцать лет не курил. Чего же нам делать, Хэнк? Надо обратиться в отдел внутренних расследований. Отдел внутренних расследований? Тупые пидорасы. Нужно поехать к Шону. Нельзя ехать к Шону. Кто угодно может быть замешан в коррупционной цепочке. Ладно. Утро вечером утреннее. Иди, проспись. Возьми машину, а я поеду на такси. Давай, Хэнк. Нужно принять правильное решение. Шон! Шон! Бартон и Ленок с крысы. Они работают на мистера Чена. Черт возьми, Хэнк. Ты уверен в этом на сто процентов? Видел своими гребанными глазами. Более того, сделка будет происходить завтра в порту. Надо брать их. Ну ладно. Давай возьмем их. Возьмем их в старом стиле, Хэнк. Я и ты. Вдвоем. Отправляемся. Давай, давай, давай. Трякнем стариной. Приехали, Хэнк. Конечная. Шон, мы же были в одной академии. Да. И ты был тупым придурком. Выбирайся. Заберите у него пушку. Он знает о том, что сделка состоится сегодня. Нужно провести ее прямо сейчас. Я еду к мистеру Чену, а вы разберитесь с ним. Прости, Хэнк. Я не знал, что все так закончится. На. Держи. Не отдыхай, Мальборо. Двадцать минут еще поработаешь. Потом отдохнешь. На всю оставшуюся жизнь. Ха-ха-ха. Ты слышал? Я пойду проверю. Копай. Ты слышишь, что происходит? Да, слышу. Звук удара об твою ебало, блядь. Хэнк. Хэнк, это я. Стив. Как ты меня нажал? Ну, ты что, дурак, что ли? Меня же учили в полицейской академии. Я сразу знал, что ты не поедешь домой отдыхать, а поедешь к Шону. Держи. Нам надо срочно приехать обратно в участок и рассказать всем, что Шон крыса и предатель. Поехали. Так. Собираемся с мыслями. Идем в полицейский участок и рассказываем все про шефа. Внимание всем постам. За убийство офицера полиции объявлены в розыск детектив Мальборо и детектив Хендрикс. Цели вооружены и очень опасны. Стреляйте на поражение. Повторяю. Ну, че? Все еще ходишь в полицейский участок? Не совсем. Нужно перекантоваться. Я знаю одно место. Это была подстава, Бой! Сраная подстава! Да, нужно что-то делать. Давай, взломай что-нибудь, найди людей, действуй! Раш, телонг с раскидкой, выходите на плент. Стоять, вы махи, двигаться! Детектив Джонс, ты даже не знаешь, во что ты влеплась. Лучше уходи отсюда. Ах да, Хендр? Может, я лучше просрелю твою башку? Воу-воу-воу, Джонс, поспокойней. Дело очень серьезное. Начальник продажный. Все наши сотрудники продажные. По рту пройдет самая крупнейшая сделка по продаже наркотиков за всю историю. Ладно. Я проверю эту информацию. Но если что не так, то я просрелю ваши задницы. Курва мать, я пердоли! Среди всех продажных копов ты самую любимую, Макинли. Черт возьми! Стив, их тут целая толпа. Нужно вызвать подкрепление. Не волнуйся, Хэнк. Этому нас и учили в полицейской опадении. Что, Стив, не надо! Полиция Сан-Франциско, вы уже арестованы! Стив, Стив! Это подстава берет товар, уходим? Ладно, сейчас все будет. Прикрой меня! Стив! Мальборо! Я знал, что до этого дойдет! Пизода! Если ты сдашься сам, я разрешу тебе сохранить твою пенсию! А сам на счет медали за вышел огурец! Стив, ты в порядке? Стив, ты в порядке, Стив? Я тебе говорил, Хэнк, третий во всем в Сан-Франциско. Ты первый во всем в Сан-Франциско, Стив! Вставай! Нужно поймать этих ублюдков! Пойдем! Защищайте товар любой ценой! Я приведу подмогу! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вперед, вперед, вперед! Нужно назад, назад! Вот, они там окопались! Что будем делать? Это что там, блядь, Пабло, что ли? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хэнк, может, вмещаемся? Нет! Пока рано! В этом городе будет только моя наркота, Чэнк! А вот теперь можно! Полиция Стив, Сан-Франциско, никому не бегутся! По-моему, они и так не бегутся, Хэнк! Бросай оружие! Ага, сейчас! Ну, тряхнем стариной! Ну что, пласять и женью хорошие купы! О, ФБР! Вовремя вы, ребята! Молодцы! Это было вовсе не обязательно! Всю ответственность за операцию я беру на себя! Стив не виноват! Он вообще был вовлечен сюда случайно! И вообще, он молодой перспективный коп! Вот и заменят меня на этой службе! А я, я хочу уволиться по собственному желанию! Пенсия мне тоже не нужна! Нет-нет-нет-нет-нет, Хэнк, не неси глупостей! Он вообще ни в чем не виноват! Это я его сюда втяну! Я молодой глупый! Думал, прокатит! Только не увольняйте его! Ему совсем немного до пенсии! Лучше увольте меня! Отправьте меня обратно в полицейскую академию! Или в детдом! Плевать! Так, хватит! Я собрал вас здесь сегодня не для того, чтобы наказывать! А для того, чтобы поздравлять! Лейтенант Мальборо! Есть, сэр! Видишь, не так старт и для этого дерьма! И вас тоже, сержант Хендрикс! Есть, сэр! И не думайте, что я сижусь на вас за брата! Он всегда был вонючим куском говна, но продажный коп! Хорошо, что мама до этого не дожила! Вы бы свободны! Я даю вам неделю отпуска! Развлекайтесь! Вы молодцы! А усы, сбрейте! Знаете, как говорится? Усы, это маленькая пизда под носом! Хэнк, Стив! Слава богу, вы пришли! Мне пытаются пришить распространение в особо крупном, а это пять лет тюрьмы! Слава богу, вы меня вытащите! Ну и что, Хэнк? По лазербургеру! Кажется, ты начинаешь понимать, что такое жизнь копа! Лейтенант, разрешите присмениться к обеду? Разрешаю! Да вы что, прикалываетесь? Офицеры, мне нельзя в тюрьму! Я слишком привлекательный для этого! Офицеры! Сиди! Офицеры! Это Сан-Франциско, город в стиле диско! Это Сан-Франциско, тысячи огней! Это Сан-Франциско, город полный риска! Это Сан-Франциско, maybe in USA! Каждый, кто сюда за золотом пришел Должен знать, что здесь от русских будет долг Здесь город мощных машин и настоящих мужчин Мы это знаем! Здесь небоскребы и дым, и места нету чужим Но мы нашли свою судьбу Это Сан-Франциско, город в стиле диско! Это Сан-Франциско, тысячи огней! Это Сан-Франциско, город полный риска! Это Сан-Франциско, made in USA! Это Сан-Франциско, город в стиле диско! Это Сан-Франциско, тысячи огней! Это Сан-Франциско, город полный риска! Это Сан-Франциско, made in USA! Продолжение следует...